привет привет еще раз всем и не знаю там по моему в этот я видео поставил на закачку кажется мне уже загрузилась считается ли нормальным если мужчина ищет другую девушку на стороне и но мне кажется нет сейчас секунду соседнице на лечение замужем любви мужа быть потеря что делать с этим на сексуальной практике идите вы придите ко мне на сеанс мы с вами поработаем высвободим эмоциональные блоки а потом идите на сексуальной практике придете я вам дам номер телефона даже куда нужно обратиться до пойти потому что очень много женщин но вот с этими проблемами прямо обращаются это на самом деле очень такая актуальная проблема куда в сексуальное влечение знаете сначала я обиделась не даю а потом и думаю а потом думаю дам когда он когда его достаточно накажу а потом что-то и сама уже не охота и уже не надо и получается так всем покажу как избавиться от чувства ненужности кажется что не нужно это только за счет мам привет это только за счет самореализации по-другому честно по моему невозможно как раз припасить ребенка короче смотри ребенок будет точно таким же как и ты вот воспитание детей тоже еще один краеугольный камень который мне кажется затрагивает всех людей воспитание детей занятие бессмысленное почему потому что ребенок будет точно таким же как его родители сын будет социально в социуме вести себя точно так же как ведет себя папа девочка будет вести себя в социуме точно так же как ведет себя мама а за уверенность в себе вот это вот бывают люди которые верят себя это папина любовь вот на любовь папы влияет на уверенность девочки а любовь мамы влияет на уверенность мальчика если вот они его их любили то он у них ребенок он становится уверенным поэтому а социальности ты хочешь чтобы он там где-то как-то был уверен и сама изменись сама будь уверена и она будет точно такой же как и ты как у вас язык не заплетается столько сообщений читать и отвечать на них голова не болит я вот просто слушаю вас и у меня голова болит и все это информация уже я привык я и же это нарабатывал еще со времен этого как его назвали перископа поэтому нормально здравствуйте и скажите пожалуйста у меня очень сильно болит левое плечо где лопатка сильно это скорее всего вампиризм аналитический это надо пробивать будет немножко больно дочка бросает в под когда на повышение на повышение головы храним были ссоры и расставание с мужем а на повышенных тонах да нормально не ругайтесь просто при ней как убрать избавиться от жадности ну жадность вижу это же противоположность щедрости просто будь щедрым у тебя аркин у тебя уже получается ты намного проще стал чем раньше был ты ты до этого даже вот где-то вот сколько да мы последний раз виделись ты все хотел учить все а а сейчас я тебя когда вижу и ну ты стал слышать ты же до этого не слышал никого и поэтому я думаю что научись это потихоньку потихоньку научись отдавать потому что когда ты жадничаешь ты начинаешь проедать то что у тебя есть и она все вот вот уменьшается уменьшается и от этого становится как бы ну грустно научись больше отдавать давай вот так знание у тебя очень много знаний которые ценны отдавай выкладывай в youtube делай прямые эфиры в инстаграме делай бесплатных вещей очень много которые ты до на которые ты берешь деньги и потихоньку люди будут обратно тебе отдавать свою внимание любовь и это ты будешь чувствовать на деньгах которые тебе приносят я свою любовь сделаю мамсика из него легко вообще но поэтому я тебе говорю что он с мужчины будет считывать социум а любовь он должен получить от тебя и это не значит что без перекосов конечно если ты его своей любовью ну потом какой возраст если короче до 16 лет если ты его там любишь и залюбливаешь там до полусмерти это нормально но в 16 отпусти когда он начнет брыкаться насчет детей согласно как зеркало они смотрят опять становятся такими потратить вас ведь себя я восхищаюсь вами спасибо дарю вас ну и горюшь приветствую ирина привет да вам перед когда они так больно больно когда сущность изгоняют ну это да болит правая рука ни с того ни с сего что это может значить это не принимая то что я делаю с мужчинами или как мужчина если ты мужчина я сейчас в Алма-Ате хочу опять к вам напишите я ну и договоримся по времени довольно как давно вы не выходили в прямой эфир вы просто не попадали инстаграм их как-то роняет или там не показывает я не знаю почему-то не все видят но сейчас просмотры в инстаграме вот в прямые эфиры стало попадать больше людей и поэтому я стараюсь не снижать активность в сторисах вы видите там гуляю там закидываю все каждый день и кидаю хотя бы по одному два сториса для того чтобы активность в инстаграме повысилась поэтому вы когда видите хотя бы там лайкать чтобы она повышалась лайкать и в этих комментарии пишите и тогда я буду у вас ну высвечиваться или напишите что было уведомление там да кнопку где то есть или же расскажите об этом канале мастер только с ним взаимодействовать это делается на обучении и поэтому нет смысла рассказывать потому что у вас не получится это все равно сделать и это не так сложно как кажется поэтому это все на визуализации это что-то вроде медитации только такой быстро это подключаешься сразу если в течение ну вот если вот медитировать и в медитацию надо входить там чтобы никто не мешал там что-то это то с энергетическими каналами ты канал открываешь вот так и все зависли очень когда кто-то добивает чего-то в духе плохого а очень часто спрашивают есть ли у меня дар и недавно кто был в эфире уже вот ну когда до этого я уже рассказывал что для меня было шоком да что в этот раз мы с родственниками сидели и они вот так у корейцев говорят сенсей сенсей это человек который что-то вроде экстрасенса там или как-то вот такого и боксы короче казахского лекаря какого-то такие и у нас оказывается с отцовской стороны почему-то это было в основном у женщин то есть у нас было конкретно две колдовали там и заодно прям такая ведьмочка была и и потом прабабушка у меня ведьмочка прадеда сестра там колдовала что-то оказывается то есть ей таскали и им приносили детей и то есть они прям лечили их ними они были очень популярными ну по тем временам не как сейчас конечно вот люди популярны то есть там вся деревня весь аул там приводили приносили детей лечить лечились у них там они прям реально исцеляли людей это с отцовской стороны а с материнской стороны у меня вот дед травник оказывается и меня это очень шокировало почему потому что все мои деды они такие партийные там что-то какие-то этот а деятельные очень да а у них оказывается вот ну у прадеда там оказывается это тянется что вот ну что есть какой-то там родовой дар я не знаю и и поэтому теперь я уже все сдался и когда спрашивают есть дар я теперь уже говорю да окей есть дар наверное потому что мне казалось что я этому научился но я действительно этому научился меня не то есть это не пришло вот просто так но получаться стало мне кажется это из-за того что вот оттуда это вот теперь я точно понимаю что это родовые какие-то мне кажется вещи я очень боюсь потерять маму потому что у меня папа умер пять лет назад как перестать вот смотрите вот страх когда я боюсь там допустим вот вы про маму боитесь да ты усиливаешь как бы короче вот так получается ты своими мыслями негативными навешиваешь на негативные мысли навешиваешь человеку на ауру и человек начинает этим звучать и притягивает к себе вот жопу болезни там еще что то поэтому аффирмации слушайте чаще каждый раз когда ты боишься ой мама умрет ты говоришь убираем программу моя мама счастливая здоровая и успешная женщина и все 300 раз в день ты так думаешь 300 раз в день ты говоришь убираем программу мама здоровая счастливая женщина так я у меня опять началась истерий плач здравствуйте муж гуляет с другими девушками получается он говорит то что я толстая а те же девочки они намного полнее возросли меня честно не знаю займись собой вообще плевать какие те женщины иди займись собой иди спортзал иди на тренинги иди там проходи сексуальной практике займись собой 11 лет 11 лет мальчику люби его еще рано его бросать ваше мнение об айваске как относится слышал что можно проработать все хорошо мне кажется я круче чем айваска поэтому мне айваска честно по моему наркота голимая это что-то вроде лсд мне кажется лсд безопаснее чем айваска не знаю я не пробовал ни лсд ни айваску ни другие какие-то наркотики мне как-то это обошло но и поэтому я очень с опаской отношусь к этому всему письма прощения писать обязательно письма прощения да найдите пропишите как мотивировать мужа на собственный бизнес очень шустрый умный везучий по жизни не хочет зону по фото выходить денег надо побольше просить потихоньку будет а потом я так понимаю вону во всяком случае на на аватарке вы он ему еще 30 есть нету будет кризис среднего возраста и тогда может быть побежит если сейчас не дойдет . на эфир выходит все свои хорошо у меня наоборот любит ласкать я не хочу пару раз ласкай и что видение давно было 21 22 это чего это на тренге ты была приходи на наполнение пиши письма прощения значит колбасит смотри колбасит где-то от 2 отметь от короче от трех недель до трех месяцев вообще весь процесс происходит три месяца вы приходите на тренинг и тебя потом фигачить три месяца жизни происходит какая-то но может быть даже жесть и за этим надо просто наблюдать у тебя есть шанс чтобы от этого всего избавиться потом берешь пиши письма прощения и слушаешь аформации же объяснял просто делаешь это потихоньку будет все сходить эти всплески агрессии они в принципе это нас в пределах нормы так бывает на если считаешь что у тебя ну как бы смотреть есть очень гениальные люди которые даже после тренинга или проработать впадают обратно внутрь но двадцать первого острова а в астане мы были в астане вы были это и не помню астанинскую группу марла сейчас тут это вы на фотографии из слева направо какая по счету чтобы я потом не гадал скажите в директ напишите напишите в ватсап я хочу попасть к вам на восемнадцатая приходите игорь меня такой вопрос года три назад у всех соседей на этаже около двери насыпала была соль у меня соль сыпят сыпят землю сыпят иголки втыкают в косяки вот посмотрите свои косяки и снова свой стежок почему обалды да не ходите дели детей ведущий сэшу ругаю не могу обнять послуживание песни потому что она похожа на тебя поэтому на тебя бесит скажите пожалуйста как принять сына с первого брака мужа неужели это ревность у нас совместно конечно ревность никогда ему не просить другую женщину супруг в сизо сидит каков срок ему грозит я же не знаю я же не ясновидящий откуда я могу знать не знаю за что вы посадили и какие вернее юристы и не не ясновидящий это не мне вопрос не сказали рассказали лсд понимаю жизнь трезвости от наркоты алкогольный счет вот ну вот лишь кресть среднего возраста вот скоро вот уже на подходе там 33 34 начнет башню сносить он будет понимать что если он будет делать то же самое что делать сейчас никогда уже по-другому что не будет не все рекомендую класса в основу подопоним личную консультацию можно будет 21 по 24 января в астане так понять не понимаю мужчину нужно подробнее не понимаю то что я делаю перестань за иди счет самоутверждаться бить их мстить им как воспитать мальчика если ты одинокая мама но одна воспитываешь то побольше единоборств футбол футбол бокс короче туда отправлять в мужской коллектив чтоб он там учился выживать мы супру сизо в россии его подставили курсеров я не знаю честно вот про сроки я откуда могу знать вероника это точно не ко мне вопрос и весь отзыв людей после сессии с вами примерно через полгода результат хотелось услышать в ю тубе посмотрите отзывы от отзывы игроки и там есть но видео отзывы хотите зайдите тренинг . ки-з вот этот вот наш в инстаграме тренинг нижнее подчеркивание мастер . ки-з тренинг нижнее подчеркивание мастер . ки-з и там найдете все отзывы которые вот напечатаны вот тут они все отзывы найдете вконтакте тоже печатные все здесь и есть еще отзывы видео отзывы они вот но в этом в ю тубе полная вот дано вот здесь вот она уже год наверно прошел если не два у меня после тренинга многие завистницы отводились чисто реально пришла потом все уроки-доги и ты посмотрел алиса его сфоткала срок ему грозит почему я притягиваю неудачников не знаю это чем это чем звучит это и притягиваю да то есть ты калибруешь мужчин и тебе значит и не любишь его сильных мужчин и выбираешь слабых неудачных за счет которых можешь самоуттверждаться но скорее всего так могу я ошибаться как приходить мы в казани живем приезжайте шумная нога левая до колена пульсирует что это это не хоть левая нога не хочу идти к женщина страх идти в настоящем замуж и выражать что-то не хочешь что-то в кресте не возрасте мужчины 12 старше меня начался домовки как не могу найти компромиссы кресть среднего возраста мужской он почему-то всегда мужской это когда все пропало лучше уже не будет это где-то ближе там к 40 45 такой уже серьезный он идет и когда он думает что не дотрахал не дожил не докурил не допил и вот это он начинает вот этот весь период проживать заново как думаете можно ли заниматься любовью с парнем или нет просто слышал что себе живу в обрез я если ты замужем и хочешь еще кого-то с парнем но мне кажется это моральные какие-то в голове должны перещелкнуться потому что женщина если она замужем и она изменяет то это она предпочла кого-то другого мужчину короче напротив под предпочла мужа кому-то друг кому-то другому и это ну прям звоночек это наверное первый признак развода скорее всего ты влюбилась и уходишь туда если просто до свадьбы вы спите ей не за 94 это наверно у вас ваш год рождения это тогда это сколько медленно считаю 16 36 лет то наверное в принципе как бы и если вам можете то какая разница да то есть женатого не женатый спрос так спите не просто то есть 26 лет поэтому украина разница нет никого заседана воспитываю сына как объяснили что мне нужно устроить личную жизнь они против то напоминает зачем ты кого-то спрашиваешь нужна тебе личная жизнь не нужна это же физиология все равно нужно на блин эту 20 года назад было у игоря спрашивайте честно скажу где больно где нормально детьми какого возраста вы работаете как проходите с ним дайте 9 лет сначала придите сами мама а потом по детей приведите ребенка если надо будет вы грубо отвечаете но это действительно отрезает сила так можно сделать чтобы родители не пили папа не слушает у мамы бают прямые запои короче их отпустить и живите свою жизнь не нужно не нужно их спасать брось они имеют право жить так как они хотят они имеют право доживать свою жизнь так как они хотят и ты на это никак не можешь повлиять оставь живи жизнь свою как самостоятельно брать холку на шее никак взяла кредит мужчине на 4 минуте не платит не приходится сама но но почему тогда это пиздец это это заниженная самооценка раз это почему за любой вы должны платить скажите вот вы возьмите бумажку просто ответьте на вопрос откуда взялась установка что вы должны платить за любовь мужчине четыре миллиона наш пиздец вы под наркозом были я знаете приходили приходит часто такие женщины которые берут кредит на свое имя отдают мужчине и потом еще думаю почему же блять он не платит потому что вас развели и уже не ждите того что он будет платить уже заплатить сама и он никогда не вернется уже когда женщина приходила она взяла короче у меня появился мужчина и он говорит сейчас нет работы но мне чтобы работать я бы так совал не нужна машина она взяла кредит потребительский на свое имя купила машину на его имя и он ее бросил через месяц она и не выплачивает кредит она платит кредит сама полгода через полгода он приезжает на этой машине опять с ней спит и говорит теперь у меня машина сломалась мне нужны деньги на машина и это у меня вопрос давать ему деньги или не давать надо же пиздец какой-то зачем деньги давать выплатите 4 миллиона сами и больше никому не берите кредит на свое имя даже родной маме нахер это не нужно чтобы не портить отношения с людьми не нужно платить за отношения с мужчиной вбейте себе в голову и слушайте аффирмации почаще будет вам легче жить в 25 лет спать не с мужчиной с мужчиной не спать мне кажется спать и я не знаю если в том месте только в девственнице и вы думаете там выйду замуж потом туда выходите срочно замуж но если вы будете думать до 45 пока климакс не начнется то лучше были начните сейчас мне кажется что есть определенный возраст когда нужно проходить определенные уроки и 25 лет это тот возраст когда нужно проходить уроки со взаимоотношения с противоположным полом вообще-то пораньше нужно начинать вот но поэтому мне кажется стоит и ничего в этом такого нет конечно это я не как бы все очень индивидуально не принимать из прям за чистую монету посмотрите на себя как если вам кажется что вот я встречу мужчину свои мечты но вы тогда над этим работаете ходите знакомьтесь ходить лет выходить замуж и как бы этот спите но если как бы не девственница то ну это вопрос излишне да просто гуляй помнишь как в песне то у нас не первый тот у нас второй просто никому не говори и все делай сама чуха хочешь как знаешь предохраняйтесь безопасный секс и гуляй лучше не заниматься любой спаре если он не муж если расстанетесь это свадьбе дело не дойдет то семь лет будет энергетическая связь но это быстро все уходит энергию больше давать свою значит сколько девочек ходит которые были короче два вопроса как вы думаете почему может последнее время много пьет и 2 левая сторона это только мама или свекровь тоже левое колено болит этой мамой свекровь тоже и ты тоже там и если вы его там все затрахали конечно будет пить слезьте с этого мужика своего это прикидцевь это тебя и мама и свекровка и и ты еще на него лезешь и вот пьет сейчас уже не 7 лет сейчас это привязка быстро уходит девочки общаться вербально если хотите тупо секса так и скажите чем мускала себе мужику наши кому будут отдавать дальше кому буду отдавать очень стою очень много болею это слив смотрите женщина дает два раза больше энергии в отношениях чем получает и поэтому мужчина он как бы он рецепиент женщина как бы энергетический донор и когда у женщины много связей половых то она раздает свою энергию это вот но если туда прям вдаваться а в целом если тебе в 20 25 лет ну короче гуляй ну это мое человеческое понимание просто оторвись потому что потом будет легче если я много девочек встречал ну вот как приходят да у которых кроме мужа не было никого им потом 40 или 45 у них потом клинит крышу не срываются я встречал много кто искали достойного и до 40 таки не нашли никому не дали вот чем эту свою жемчужинку хранить лучше уже отдай ну мне кажется а так смотрите вот с дашей спешитесь поговорить посмотри как лучше потому что моё моё вот ну такое очень очень много болею заикающим еще болезнь крови весь букет только у меня почему не знаю я вот этого заикание это страх перед родителями болезнь крови честно психосоматику не знаю лучше посмотреть по луизы хей вот подскажите раньше деньги они липли а последние три года вообще ничего не получается сплошные долги научитесь отдавать и научиться радоваться тем малым деньгам которые приходят сейчас искренне кайф должен приходить от того когда тебе придают деньги или когда они приходят прям кайфу и радуйся и деньги будут приходить через большую силы ты перестала радоваться жизни перестала радоваться деньгам поэтому становится меньше и горюст имеет значение муж ниже роста мне кажется вы надо компенсует я не знаю насколько он там имеет значение не имеет рост это очень субъективно и честно не за меня отец по моему стеснялся что маму выше немного ему надо прорабатывать само научите видеть себя со стороны вы пьяный почему я пьяные отрезы с чего это пьяный бы в очень просто без всякого мула объясняйте спасибо вам вы когда будете вас не принимать хотелось быстрее поговорить с вами индивидуально принимать я буду с 21 по 24 января в астане знаком дала в долг приличную сумму не отдает вы можете это как-то пора вот со мной что вы вернули лишний вопрос никла в письма прощения когда будете писать внесите этого человека и просите ему долг будешь писать каждый день я прощаю тебя за то что ты не возвращаешь мне долги там такую-то сумма я на нее бы могла там то-то то-то развитие связь обречьте наречиси все они такие семьи это же не все знают это ты сейчас знаешь тебе легко а так это этот боль спине поясница в частности это избыток или нехватка денег и секса а если мы считаем что жена обязана брать для мужа кредит что значит жена муж может короче есть у вас единые цели и у вас реально брак ну хочешь возьми но он же можно себя взять вообще я был вот на месте женщин бы не давал бы мужчине денег вообще потому что он должен справиться и так и сам для организма нужно спать гормоны скажите а будь девственница это очень важно для мужчины но и же разные мужики я честно не знаю для меня было когда-то очень важно и но тогда я был моложе и тогда было выбирать но это же странно когда те 45 и ты хочешь для девственницы он даже бред для полный это нужно брать или девочку там 20-25 лет вам 19 лет ну она же такая молодая с ней даже поговорить не о чем и поэтому всему свое время в 20 наверно важен там 20-25 может быть важно может быть нет в 30 уже так себе 45 точно уже пофиг мне кажется 45 ты уже думаешь лишь бы была без ребенка может быть или там ну как-то левая рука затекает это не не принимать то что я делаю как женщина не принятие своей женственно что вы думаете про отношения с женатым мужчиной женатым мужчина для женщин он безопасный раз он чистый 2 и он не бьет мозг 3 то есть это очень такое с женатыми мужчинами встречаются же девочки которые боятся отношений замужества но при этом они типа его хотят и это такое двоякое состояние это ну такой такой турецкий гамбит да вот это вот вилка дата в шахматах то есть ты хоть убийство круче одним выстрелом двоих вроде есть мужчина но он женат но я все равно у меня же есть отношения это такое очень двоякое поэтому для для старта отношений в принципе пойдет но очень важно сильно долго не заявляться в этом после 30 лет не просят так что ничего детстве беречь скоро старость и вспоминать ничего будет ну вот блин так и хочется сказать бабу включайте мозг общайтесь говорите что хотите рвите не те связи черни и мужика на если не хочешь у игоря есть техники и на вопрос почему бабочки на шкафу на кухне но это же прикольно во первых у нас у меня же логотип бабочки бабочка и вот бабочки данный классная а мне мне не кажется что классно овощи это бог так хорошо объяснить скажите какие аффирмации для понять личность чтобы вот забиваете в ю тубе аффирмации для женщин аффирмации для женщин слушать и раза в день и выходит первая аффирмация такая она очень знаю это там выходит море вот вот это аффирмации для женщин слушать три раза в день психологи горит ним эмоциональная свобода слушаете три раза в день и все прописи можете еще раз повторить про письма в youtube забиваете письма прощения там найдете короче мужик из потери расскажите про обрывание связи интересно же на всякий случай это на тренинги даю здесь я так не смогу писать не поясниться больше дела по листам где лопатка это вампиризм это у вас вам перед курла виду есть письма прощения там подробно спасибо большое за ваши ответы обрывание связи настраиваться надо мне нужна горячая ванна со свечами ловлю за расслабление поехали брать связь это с болезнью легких по обращались болезнями легких ко мне нет не обращались с мужем приехали отдыхать египет и мы оба взяли с собой по 200 долларов на карманный расход и он на 400 долларов покупает подарки своим родителям нет родителей умер из нее все права вы я вас поздравляю вы во втором контуре родители на первом контуре а вы там нахер вообще не нужны то есть он вы знаете это есть психологическая зрелость это скорее всего мужчина не зрелый потому что мужчина зрелый он оберегает свою семью это своя суп это это жена и дети а потом уже все остальные родители очень близки но они они должны попасть во второй контур и во втором контуре сын сын любит родители больше чем в первом но на первом контуре должна стоять жена если по идее хорошо было бы если бы вот при таком раскладе он потратил бы на себя и на вас там 300-350 долларов и 100 и где-то 50 100 долларов потратил бы на своих родителей это было бы в принципе приемлемо мне кажется то что сейчас в деньгах у вас произошло как вы так сделали что он даже ваши 200 долларов потратил вы же сами их отдали у вас тоже самооценка низкая заниженная и вас принижают скорее всего и в семье и и поэтому вы их свои деньги отдали на подарки родителям и вы у них во втором контуре понимаю я вообще удивляюсь как вы уехали вдвоем как вас родители пустили женат мужчина это капец это проблема женщине не хочет замуж боится мужчин женат мужчина муж безопасный год и скажите пожалуйста как перестать флиртовать другими парнями не переставая флирту это же круто когда ты интересно ты флиртуешь это классно это это наши поддает женщине понимание того что она желанна ну или там вот ну только аккуратнее просто флиртует так ну это женская нормально муж избил то что получил сотрясение гематома объясните тем что он перед чего что и что я его ни хрена не понял я просто родственник хотя дела все для него и продолжая его поддерживал нет никуда я честно я не знаю если у нас сильно избил то для лучше валите потому что это будет не это будет продолжаться и следующий раз и потом каждый раз когда выпить потом просто на трезвую и буш не знаю мне кажется болит она и начнется самостоятельно тяжелая жизнь но мне кажется лучше быть самодостаточной женщиной отдельный от мужа тирана чем быть униженной обиженной женщиной с мужем но хрен его знает честно и мне кажется надо валить от такого как вампир отключить письма прощения и чтобы я стукнула муж любит кайфануть отдохнуть побухать на нас вообще дети как быть не знаю это надо смотреть туда ну вот такой классный спасибо мне 40 и не умею притягивать или флиртовать мужчины слишком серьезно случится это есть тренинги по женственности там классности это туда это там много фишек женских которые до моего мозга если честно не доходят поэтому женским хитростям учитесь у женщин я уже спрашивал вопрос по поводу то когда чешется спина и ноги вы сказали это сплетни как бы в таком случае защищаться письма прощения такие темы обсуждаются постоянное ощущение на спине мурашки бегают письма прощения какой молодец орфографический ошибки если честно сам пишу с ошибками это привилегия четырех лучших образований вообще на самом деле если честно я всю жизнь пишу с ошибками и ничего с этим сделать не могу потом когда мы учились магистратуре выяснилось что оказывается это это беда всего топ-менеджмента это когда мысли бегут вперед руки и вперед пить ну вот пальцев и ты пишешь с ошибками не обращаешь на это внимание и на самом деле когда я пишу ручкой у меня рука не успевает за мыслью и в этот что мне говорили надо больше читать я много читаю но я все равно пишу с ошибками то есть и не обращаю внимание на такие вот вещи единственное что меня бесит в орфографии когда говорят я с алматы и нельзя нас там я с москвы то есть вот почему-то меня это цепляет мне но я про это не говорю потому что правильно говорить я из алматы я из москвы то есть с это кому-то сверху а из это как бы изнутри спасибо вы супер и из средства или аффирмации сказать полюбить на всю жизнь чтобы мужчина полюбил честно не знаю я не понял вопрос но аффирмации вон общий слушайте крутые а если ваша жена будет филиртовать с другими мужиками это нормально для вас я честно говоря не знаю мне кажется если этого не вижу но мне пофиг вообще но если при мне ее убью на хрен поэтому я принимаю что женщинам ему ей должны оказывать знаки внимания она должна уметь это это флиртовать и вовремя останавливать мужчин вот поэтому я в своей супруге очень пол 100 процентов и доверяю уверен поэтому ничего себе не ожидал такой ответ круто спасибо да надо быть аккуратный блин а сплетни своим первым помогает золотой поток лично не помогает здорово как он записаться это в инстаграм или в директ или в ватсап здравствуйте игорь я была в мк и на тренинге спасибо тебе вначале так классно все было сейчас тоже колбасит пишу письма на десятый день бесконечно пишу прощают плачу пиши это только начало когда все высовывать будет намного проще и легче слишком скованно стеснительно не откровенно в постели с мужем предлагаю ему а он типа ты что мужик казахи как тебе не стыдно сам смотрит там порно и т.д. короче надо расковаться вам обоим и поэтому секс нужно очень разнообразить под сумки смотрите есть такой алекс мэй не знаю вы знаете или нет это да старый старый опытный мужик ловелас он уже давно я не знаю ловелас и ловелас но он давно уже на рынке вот этого вот женских оргазмов или там у него тренинг стоит 20 тысяч долларов и я бы вот на месте на месте женщин бы подсунул бы вот его видеоролики полный слава богу полный интернет забит оказывается его работами или он немножко слащавый честно говоря ну не мой это тип как бы повествование слишком много воды и слащавый вот этот чувак подсуньте его пусть он в общем учит крепощаться в в постели что теперь казахи по-другому трахаются что ли поэтому пусть разнообразия кстати дышу или у меня легче становится еще много тащит когда дышу такими не сейчас ощущение классно здрасте вы сказали что когда лопатки были от этого перри за этого перри за у меня не у меня у тебя забирают энергию хочу забрать собраться похудеть но лень давит хочу но не могу удержаться короче делаешь так забиваешь на это все на похудание говоришь я короче ем чу хочу делаю чу хочу там допустим неделю но после этого я беру за себя и в течение недели вообще не паришься этим вопросом вообще мощный тренинг пойти мне 38 лет не замужем почему попадается мужчина много моложе вообще круто же когда мужик что что не то есть все так делать что просто не наигралась этим возрастом тебе значит психологически мне кажется в голове 30 там 27 28 27 лет и поэтому ты с молодыми как буду нормально поэтому просто короче оторвись смол с молодежью а потом найдешь к лопатам это то есть этот возраст надо перешагнуть поэтому поотрывайся а потом это понимаю вы не замужем поэтому хотите делать на тачи почитайте на вы говорите про письмо прощения что писали сурни после 40 ничего ожидать сначала сделайте потом расскажете не то что флирт другими даже к вам ревнует чуть 5 его слушать я смотрю вас когда он спит и что лежит в основе рак и груди по вашему мнению это не принятие своей женственности плохая мать плохая там чуть такое плохая жена там ты бурятка и казах я я кореец вообще эфир сохраню обязательно привет из казани привет казань вот я кореец из казахстана вот так но я больше казах наверно мне жена казашка я всю жизнь прожил в казахстане я жил в ауле в этот до девятого класса практически ну каково в силе казахском и поэтому у меня очень много каких-то ментальности казахской многого я люблю там эти бешпармаки всякие каурдаки я в виде предпочтения больше но вот у мясного такого я мне кажется в общем у меня очень много черт который ближе ну в общем казахом к этой ближе к кореец и ну и кореец я но в общем она все сейчас смешалось уже непонятно смотреть на себя записи эфира вообще неприятно как конечно какие книги советуют читать очень приятно что про казахов так говорите а как еще какие книги советуете читать материнская любовь всем киосаки хоть что вот в общество богатый бедный папа богатый бедный папа там ну короче все на казахском говорите если клиент трудно на русском общаться на знаете я такой тот еще ушел о казахе я очень плохо говорю на казахском я понимаю процентов 30 40 но я плохо говорю если с такими же знаниям русского языка как они придут ну-ка что-нибудь поймем ну а так нет да кстати хорошо что эфир ночью мы бы тоже спит я спокойно с удовольствием вас слушаю слушать вас так классно спасибо я недавно посмотрел еще знаете интервью вот первый раз на казахском языке я слушал такое грамотное интервью потому что до этого я такого не слышал никогда я вот всем рекомендую вот это у димаша кудайбергенова брала интервью жанна какая-то я не знаю вообще сейчас я в истории это и вот она она здесь девятьсот шестьдесят три просмотра за 6 месяцев а ночи шикарная просто и на казахстане его и кто-то добрый человек его перевел я я так подозреваю что это женщина она тоже очень популярная в казани но из-за того что я русскоязычный я не знаю вот она это самое грамотное интервью которые слышал на казахском языке но которая до меня вообще дошло только из-за того что был перевод и я так сильно благодарен людям которые пить здесь вообще вот времени что можно так переводить и делать субтитры и мне вообще я кайфую сейчас что здесь есть субтитры перевод с казахского на русский с русского на казахский язык и то что в казахстане это происходит постепенно и я казахский язык все больше и больше ну запоминаю слов потому что когда ты идешь кинотеатр есть субтитры на казахском языке и когда ты смотришь вот так потом вот эти казахи стали снимать фильмы где вот в перемешку казахский русский язык это же с переводами да и это прям кафе я запоминаю слова запомин потихоньку потихоньку они в сознании садятся и мне если честно мне очень приятно и все больше и больше понимаю и это очень кайфово вот поэтому вместе с мужем слушаем спасибо большое мужу привет если где у меня уже года повторяю аллергия это внутренний внутренний ненависть к себе это психосоматика внутреннее принятие себя и вы должны короче и и обезвоживание доктор бардман хель лет батман хеледж то есть короче вы фамилию все равно не запомните забиваете в интернет вы не вы не больны у вас жажда или идете покупаете книгу читаете и делайте то что он говорит и начинаете это делать перед сезоном аллергии там не за в апреле там в марте и в течение всего сезона и у вас пройдет аллергия очень быстро очень приспасибо я казах на кончик этот чат вы прокачать ему не прокажется чудо кончик я с этим богатая женщина киоски что можно сделать сглаза ребенок если грудничок ребенок его сглазили или как-то он вот резко заболел да вот в гости сходили и у него прям изжога там но не жопа и у него температуры резко поднялась за это и научился у моих русских друзей берете языком вылизывайте вот отсюда с кончика языка так прям языком и вот до того где начинаются волосы вот до сюда 3-4 раза языком так вы лежите у вас появится ком вот здесь в горле и очень важно этот ком вырвать очень важно его откашлить прям если не выходит два пальца в рот прям вырвать чтобы вот здесь отпустила прошли иначе это застрянет у вас поэтому вылизывайте потом блюете почему говорю грудничок потому что маленькие дети там до 7 до 8 лет их не с ними сложно работать а так раз быстро вылезали блеванули и все жена смотрит на час она спит мне кажется она завтра с утра посмотри что скажете паркурче тогда бывает и это видно по человеку он становится черным азиаты становятся черные у них лицо такого на терку черное становится а европейцы становятся синими после прочтения так вот я не люблю шпармак вообще не заводит ряд может данный нуженит да вот вот я ее просто до этого не видел эту да да ну и когда я увидел его но я из-за димаша если честно посмотрел из-за того что есть перевода очень грамотно интервью насколько грамотная женщина вот я охреневая димаша но у меня очень сильно удивило что есть казахскоязычные журналисты такого уровня у нас казахстане потому что как-то еще своим со времен советского союза все что грамотно и передовой было на русском языке и сейчас если честно я вот первый раз в жизни пожалел что я не знаю язык я такого человека просто упустил что вот что он есть и я понимаю что очень много сейчас стал появляется грамотных таких вот людей которые говорят на казахском языке и очень стал не появляться люди которые говорят на казахском и на английском языке она рука русского не знаю да и меня очень сильно это удивляет но такие детей все больше и больше я так понимаю что замещение казахского языка ну то То есть, короче, не то, что замещение казахского языка в Казахстане станет больше, что, в принципе, логично. И если, ну, короче, нужно учить язык. Мама защищает, короче, муж защищает маму, и мама всегда права. В принципе, отделяйтесь от мамы. Это Анара. 26-го будет наполнение в Астане. Затмение, не знаю я. Это вот луна не в той фазе, там, ретроградный Меркурий, это все не про меня. Вот честно. Не могу перестать материться, не переставайте материтесь. Согласили. Теперь у нас дошло до развода, и мои не хотят обрадопринимать. Честно, не знаю я. Жанна, это надо разбираться, больше вникать, потому что там слишком много заинтересованных сторон. Я так, но не скажу в общем. Копчик. Копчик это... Это непринятие, это связь с родом, непринятие. Непринятие рода это. Я не знаю, вас всего три дня через интернет уже уважаю. Спасибо. Привет из Америки. Америка. Привет. И знаете, еще вот хочу сказать, вот Америка напомнила по поводу... Пожили мы без войны и до полгода, по-моему, или год мир пожил без войн таких больших. И сейчас опять начинается какая-то заварушка там в Иране. И так это, честно говоря, вот обидно, что вот люди воюют друг с другом. Меня это, честно, я вот стал ездить по миру более-менее часто. И меня, я понимаю, что люди везде очень добрые, очень отзывчивые. Мы такие классные везде, да, но почему мы, блядь, воюем, я не понимаю, если честно. Зачем, ну вот, вот когда эта, блядь, вся хрень прекратится, я не знаю. Мир такой красивый, он такой прекрасный, он... Все люди настолько добрые и отзывчивые, что это прям просто поражает, да. Но на хрена мы это делаем, не пойму. Вот, и я хочу еще раз поехать в Америку. Мне нравится Америка вообще в целом, их подход жизни. Сегодня мы были, ходили в кино на вот этот Ford против Ferrari. И вот это вот американское, знаете, вот я все равно добьюсь. И вот этот их маркетинг, вот этот вот какие-то вещи вот такие, очень, ну... Мне нравится американская настойчивость, ну, такая в целом, такая мигрантская, какая-то авантюрная, прикольная. Вот американцев, в общем, люблю, наших мигрантов, казахов вообще люблю. И насколько вы... Вы только, вот знаете, вот нам кажется, что человек раз уехал в Америку и уехал, да. Но только мигранты понимают, через что им пришлось пройти, чтобы остаться там в Америке, там, или где-то за границей. Потому что ты получаешься, как бы, вне правового поля, без помощи и поддержки, как бы, родных, и там, ну, в основном, и этот, приходится на себя только рассчитывать. Я, честно, я преклоняюсь перед вами, потому что вы прошли через то, через что многие за всю свою жизнь не проходят. Поэтому то, что вы там, вы крутые. Желаю вам удачи. Вот. Народ, уже прошел второй час. До конца эфира остается минута 20 секунд. Всем большое спасибо. Кому не ответил на вопрос и не успел, вы меня извините, потому что, ну, этот... Вот, всем спокойной ночи, всех люблю, всем хорошего, хорошей трудовой недели и дня, там, завтра рабочий день, даже, как сегодня был, да. В общем, увидимся, приходите на мастер-классы, на тренинги, приходите в прямые эфиры. В общем, всего доброго, давайте. Бай-бай.